Снова добрый день. Я хочу рассказать небольшой доклад о том, как у нас год развивается LPVA в основном со стороны операторов, ну и как это видят вендоры. Год назад на такой же конференции я рассказывал, как все должно быть, как красиво. А сейчас я попробую рассказать про статистику, как идет конкуренция стандартов и что мы хотим в том самом светлом и красивом 5G. Давайте я немного представлюсь. Я инженер и системный аналитик компании Sierra Wireless. Мы достаточно распределенная компания по миру. Основной наш рынок это США и Юго-Восточная Азия, это Япония. И страны, скажем, такие как Корея. Также есть Европа и в том числе и Россия. Ну в России у нас в основном проекты связанные с R-GLONASS, телематикой, ну и какие-то крупные решения, которые требуют надежности, нежели китайский GSM модем. Поэтому у нас по миру есть некая статистика того, как происходит диплоймент сетей и что же происходит в принципе. Здесь есть небольшая карта распространения всего, скажем так, LPVA по миру. Можно посмотреть, что все сети, которые у нас развивались на Sigfoxy и на Lory, а это уже на Sigfoxy это 7 лет, на Lory это 4. Всего лишь 68 операторов у нас задеплоили какие-то сети, которые как-то работают с не очень большим количеством устройств. Подобное сравнение у нас с мобильными технологиями получается, что в США, ну в прошлом году я говорил, что вот год назад запустили в коммерческую эксплуатацию сети связи нового поколения LTV и KTM в США. На данный момент это 2 года. И тут уже у нас в коммерческую эксплуатацию введено 83 оператора. И в России, например, достаточно удачно разворачивает сети, например, МТС. Можно даже сейчас проскоренировать, мы увидим от ECOPS 9. Это то есть, собственно, NBI от сеть, которой можно к МТС подсоединиться и попробовать что-то сделать, если вы, конечно же, возьмете симки. Так как роуминга в таких сетях NBI от нету, то необходимо напрямую договариваться с оператором. Ну, это они задеплоили 14 релиз, я про него расскажу, но это одна такая, ну, спорная вещь, скажем так. У кого-то получается, у кого-то нет. Нет, они много чего рассказывают, но не всегда это, скажем так, по-равду. Клиентам есть некие недоверия со стороны клиентов насчет этого. Давайте начнем с самого начала, про технологии. Собственно, существует три стандарта, которые достаточно интересны. Ну, и CGSM на данный момент отмирающий, его так никто и не сделал, хотя очень сильно рассчитывал Ericsson в Китае развернуть данные сети. Мы запустили пару пилотов, вот как раз с предыдущими Nokia, но дальше пилотов дело не пошло, операторы не захотели это внедрять. Есть намоленный NBI от, соответственно, NBI 1 и NBI 2. Основное отличие как раз NBI 1 от NBI 2 – это роуминг в сетях передачи данных, в мобильных сетях, и поэтому основное преимущество LTE-KTM – это подвижные телематические системы, потому что это система кровь от крови, просто LTE, но немножечко ужатая в ширине канала и в вариантах работы. Соответственно, основные преимущества новых технологий со стороны мобильных операторов – это очень хороший бюджет мощности, battery saving – это, ну, может быть, хорошее сохранение батарейки, если правильно написать программу, ну и возможность побороться за GSM рынок. Сейчас вы знаете, что GSM модем более или менее нормальный, стоит 3 доллара, и таргет доползти все-таки, чтобы NBI 1 чип стоил столько же. Вот на этой картиночке можно посмотреть, что нам дает тот самый бюджет мощности 164. У нас появляется достаточно большой по дальности спектр от базовой станции, но вместе с тем, если вы посмотрите логарифмическая шкала, но вместе с тем у нас понижается скорость передачи данных. Знаменитая картиночка о том, что некоторые люди в Тельстра и Эриксон с вершины горы в Альпах посветили вниз, и у них получилась дальность связи 160 километров. Ну, в городских условиях, я думаю, что это 10-15 километров вполне можно. Опять же, какой город? Если это европейский город, то да, а если вот наши железобетонные джунгли, тут уже можно поспорить. И высоты, и дальности, и расположение антенн, это все на это влияет. Каким же образом происходит у нас основное повышение бюджета мощности? Технология достаточно простая. У нас есть мод А, это плюс 10 дБ к обычному. Это повторение различных сигнальных каналов мобильной связи до 32 раз. И есть мод Б, который сейчас активно внедряется, но почему-то никто его не пробует, ни под него ничего не разрабатывает, ну, по крайней мере, в России. Это до 2000 раз повторение различных сигнальных каналов. Соответственно, с помощью блочного кодирования на стороне модема мы можем собрать уже наш блок данных. Это основное, на чем построена мощность и улучшение покрытия Extended Coverage. Так называемое. Больше там ничего волшебного нет. Второе, это битва за батарейку. Всем известная наша многострадальная ER14505, которая на отдачу дает всего лишь 50 мА, но, тем не менее, она очень емкая, 2400, и работает порядка 10 лет. И также она помещается в корпус счетчика, и для этого очень применимо в различных приложениях, которые стендалон до 10 лет. Есть большой минус в LTE-шных вариантах. Это то, что нам нужно пикало до 100 мс 200 мА потреблять. Но в дальнейшем я покажу, что сейчас уже порядка 100 мА, и далее все сокращается до 40 мА. То есть за этот год, я думаю, вендоры доползут до 40 мА. Вот это наш таргет, это наша батарейка. Как же нам этого достичь? У нас есть несколько технологий, которые предоставляет мобильная сеть. Это режим низкого энергопотребления, power saving mode. Это оптимизация радиосигналов и радиообмена. И также сон. Соответственно, у нас есть два сценария. Это оффлайн, который также доступен в обычной лоре. И есть онлайн, которого нету, потому что обратного канала фактически не существует на лоре. Нормального и надежного. Как же у нас это все происходит в оффлайн? Вот у нас есть стандартная работа нашего стандартного 2G или 3G модема, который в состоянии покоя потребляет 2 мА, а в работе он потребляет до 500 мА. Что же мы можем с этим сделать? Мобильная сеть предоставляет несколько вариантов. Это power saving mode, режим низкого энергопотребления, который позволяет не забывать мобильной сети, что у него есть зарегистрировано устройство, и сохранять контекст на своей стороне до 413 дней. Я не думаю, что кто-то это применяет, но тем не менее оно есть. Это позволяет нам очень много чего оптимизировать. По времени, по организации связи. Далее у нас оптимизация радиосигнал. Вот здесь на картинке радиоресурс контрол механизм. Но на самом деле в наших мобильных сетях это 5-10 секунд, 15 секунд на тач. В зависимости от радиообстановки. Некоторые люди говорят, что до 30 секунд. Соответственно, это очень большая часть. Это большое энергопотребление. И ваш модем все это время потребляет фактически 100 мА. Ну, 30 секунд это при первичной организации достаточно существенное. Ну и также EDX. Про это я достаточно подробно расскажу в дальнейшем. С помощью EDX модем сразу же начинает потреблять 500 мА, а не мА. И это достаточно хороший подход и хороший вариант. Ну и также можно оптимизировать режим загрузки. Вот можно посмотреть, как это было раньше. И тот таргет, который хотят получить производители мобильных чипов. Это 40 мА, то есть те самые в оффлайне. Но оффлайн это хорошо. И можно посмотреть, каким образом это происходит. У нас есть два таймера. Т-34-12 и Т-33-24, которыми мы можем гибко управлять. К сожалению, пока в AT-командах мы прям взяли из 3GPP. И, соответственно, там нужно выставлять хитрые битовые масочки. Но я думаю, что разобраться можно. Далее шлется attach request с новыми значениями таймера. И сеть перестает каждые 2,5 секунды слать запрос «Не пропал ли ты?». И просто знает, что где-то там есть модем, с которым можно связаться и который нужно через различное время вызвать. Вот можно посмотреть. Вот основные преимущества того, что можно сделать по сравнению с обычной мобильной сетью на режиме Power Sailing Mode. 8-7% оптимизации сигналинга, оптимизация передачи данных, оптимизация радиообмена. Соответственно, мы знаем, какой базовой станции бежать, что мы делать и как с этим жить. Второй вариант – это онлайн. Того, что современные, скажем так, лоро-технологии не могут предоставить. Обычно у нас модем запрашивается каждые 2,5 секунды, но мы можем немножечко сменить технику. Мы можем до 175 минут растянуть. Но на самом деле это кейс нерабочий. Я дальше рассмотрю, какие же все-таки лучше секунды выставлять и почему для онлайна. И навигации, трекинга и так далее. За счет этого у нас сразу же снижается энергопотребление, снижается количество запросов к модему, и он начинает работать более энергосохраненно. Далее, за счет оптимизации самой архитектуры чипа у нас получается достаточно низкое энергопотребление на слипе. То есть он может слушать сигнальные каналы, которых у нас два ресурсных блока. Обычно это посерединке диапазона, чтобы они лучше всего залезали. И принимать различные сигналы от сети. Получается, что модем находится на связи, но экономит энергию. Вот как-то так. Тоже работа в режиме онлайн это 500 микроампер. Это достаточно хорошо. То есть если посмотреть, опять же есть специальная командочка. В общем, требуйте с мобильных операторов поддержку этой командочки, потому что зачастую люди, которые начинают общаться с новыми модемами, они мыслят старыми. Мы открыли старый TCP IP сокет, подняли в Data Plane Connection и что-то пытаемся сделать. Так делать не стоит, потому что если вы это подняли, то у вас модем начинает 200 милиампер потреблять. Что-то вы не так делаете, не рассмотрели правильно кейс, не сделали правильный подход. Может быть вам просто взять 2G модем и работать с ним, потому что это не для этого. Мы посылаем короткие посылки данных за короткое время. То есть в идеале миллисекунд 200 отработали, и дальше мы либо в режим сна уходим, либо в режим приема дальнейших команд от сети и от оператора должны ждать. Вот здесь можно рассмотреть то, как типично потребляет модем в разных вариантах. Также можно обратить внимание на цифры. Вот для онлайн-сценария это 8192 секунды. Это оптимально с точки зрения потребления и с точки зрения доступности устройства. То есть чуть больше, чем раз в минуту мы можем его достать. Оно нам сливает какую-то навигацию, какие-то события, которые произошли в момент движения устройства. Вот у нас 100 микроампер получается, и это достаточно хорошо. И ведет к тому, что устройство достаточно долго может находиться онлайн. Соответственно, основные преимущества того, что у нас есть по сравнению с тем, что было в мобильных сетях. Это хороший сон, это доступность и быстрая работа. Вот можно посмотреть на графиках, как обычно и как во времени должно работать устройство. Старое устройство, и сколько ему необходимо. И он онлайн и оффлайн режим. То есть мы оцениваем одну посылку, которую мы можем протащить через нас, так называемый Networks Access Message. Это сообщение мобильной сети, которое передается разовой посылкой, и необходимость во втором включении или второй посылки отсутствует. Давайте рассмотрим кейсы, которыми можно воспользоваться и сегментировать, скажем так, рынок. У нас есть основные вещи, куда мы можем внедрять малопотребляющие устройства. Это статичные какие-то вещи, кассовые терминалы, вендинговые машины, home security. Также у нас такой средний вариант, это какая-то медицина. Кстати, у нас есть большой клиент в Европе, который продает некие часы для пожилых людей с домашним шлюзом. Это очень востребовано, потому что все больше и больше пожилых людей становится в мире. И я думаю, что и в России, возможно, когда-нибудь это тоже придет. Так что можно опередить события. И, конечно же, священные коровы, которые никак не могут найти и внедрить, это различное умное освещение, датчики газа, датчики учета, счетчики. Соответственно, вот это как было в предыдущем сегменте. Можно посмотреть, какие технологии для чего годятся лучше. Кат-1 это для различной навигации, различных небольших камер, машин. То есть Кат-1 позволяет передавать данные до 10 мегабит. Этого, в принципе, достаточно. Модемы сейчас дешевеют. LTE Кат-1 баксов 20 в России уже стоит. Я думаю, еще будет дешевле. Кат-1 это более, скажем так, передача маленьких объемов информации, но, тем не менее, существенных. И MBA-од, когда мы просто проснулись и передали раз в день, раз в месяц или еще каким-то образом небольшой объем данных. Здесь я рассмотрю, так сказать, уже готовые кейсы, которые есть в США. Это LTE Кат-1 часики со встроенным e-SIM, которые есть уже с продаваемым connectivity от Verizon или от Apple connectivity некое. Соответственно, часы уже помогают, скажем так, спасать жизни. Это, конечно, больше PR-компания, но, тем не менее, Apple и Verizon, и Garmin позволяют при падении передавать данные в больницу, при сердечном ритме очень высоком, опять же, передавать вашему врачу. И по сообщениям различных СМИ и PR, вроде бы как, уже пошло не один десяток жизни, просто потому, что у вас есть часы, и они сказали, что у вас вышло сердцебиение за пределы нормы, и, пожалуйста, обратитесь к врачу. Также вызывали скорую, когда человек падал и разбивал себе голову. Это помогает спасать жизни. Ну, а это тот проект, который мы представили на Mobile World Congress в этом году. Это колечко, нимб. Соответственно, там мы строили наш модем HL78-00. Это тоже для американского рынка, но делала наша команда в России. Вот размер такой. Помещается модем. Это позволяет даже круче, чем Apple или Garmin сделать решение. Там также есть гироскопы, акселерометры, датчики сердечного ритма. Но основной таргет этого – это panic button. Соответственно, если нажать три раза, то приезжает либо полиция, либо он начинает звонить. Также там есть голос, вибро и прочие вещи. Как же так получилось, что модем начинает быть 10х10 размером, либо 11х15? Ну, вот этот модем у нас 15х14. Следующий модем на этом же чипсете будет уже 10х10. Просто решили не рисковать и сделать чуть-чуть побольше радиорешения, так как не были уверены в цифровых фильтрах. Это позволяет чипы следующего поколения. Сейчас на одном кристалле вместо рассыпи решений интегрировать три ядра мипсовских. Тут дальше будет Байкал, и они расскажут вам про мипс. Также позволяет оптимизировать, скажем так, радиочасть, потому что там только цифровой фильтр. И у нас передача – это полудуплекс. Нам не нужно делать какие-то большие решения. И это очень хорошо, и это очень дешево. Также хочу обратить внимание, что все современные модемы, они оборудованы e-SIM. То есть даже, которые они продаются в России и говорят, что их нет, да, от Sierra Wireless, там e-SIM встроено. Да, сейчас у нас с законодательством есть какие-то проблемы. Но я думаю, в дальнейшем можно будет через нашу систему перепрошить этот модем, не знаю, закрутить профайл МТС, ну и, соответственно, заключить с ним договор и работать через передачу данных МТС. И либо передать там Мегафон, либо опять вернуться на Sierra Wireless, международный роуминг и там Smart SIM. Это все развивается, это все уже есть в модеме. Как говорится, требуйте с правительства и ваших операторов, чтобы они это поддержали. Но все это можно требовать большими кейсами и большими объемами. Немножечко расскажу еще про тот самый модем, позволяющий применить его, в принципе, везде по миру. То есть за счет того, что там цифровой фильтр и SDR встроено, он сразу же из коробки поддерживает 27 бандов. Также он будет в следующем поддерживать LTE-450. Но сейчас пока, скажем так, вариант с внешними фильтрами, потому что это низкие частоты, и нужно внешние фильтры добавлять внутрь модема, не готов. Только есть лабораторный образец, но тем не менее можно договориться и протестироваться. Немножко расскажу о сети и, опять же, что же требовать с оператора. Потому что хочется, чтобы люди были более образованные и более подкованные в мобильных сетях. Вот у нас есть красная дорожка, это стандартный вариант, это Data Plane. И им пользоваться не надо ни в каком варианте. Желтая – это еще более или менее. То есть мы передаем через сигнaling, это более или менее нормально работает. Что-то с этим можно сделать, как-то это работает. Предыдущий коллега нам рассказывал про зачатки SCF, модуля ядра CST. Но тем не менее они не могут пока сделать полноценное ядро и полноценные сервисы, которые должны в планах 3GPP предоставлять конечному клиенту. То есть что же хотелось получить от SCF элемента и как, и что с ним хочется сделать. Это, соответственно, доступность девайса, небольшой обмен, мониторинг и отсутствие IP. Вообще, в принципе, отсутствие IP, потому что как только вы начинаете приписывать заголовки, порты и думать этим свойством, а не просто девайс ID, который вы складываете на какой-то внутренний сервер оператора, то вы теряете энергию. Не надо думать, что можно как-то быстро поднять несколько разное подключение, у вас все будет хорошо. Потому что сеть строится не для того, чтобы через нее прокачивать какие-то постоянные данные. И никто вам их очень хорошо не гарантирует. Соответственно, нужно об этом помнить и знать, что есть такие решения. Также можно посмотреть, каким образом оптимизировали передачу данных через control plane, через signaling, через наше MME. Соответственно, это, конечно же, без пакетной передачи данных, оптимизация сети, наш любимый радиоресурс-контроль и уменьшение его и обмена, также сокращение ID-шников для того, чтобы все было максимально быстро и максимально по времени потребляло меньше энергии. Это основные вещи, которые хотят сделать в будущем в современных мобильных сетях. Но надо понимать, что операторское ядро – это такая солянка. Какая-то часть его поддерживает 10-й релиз, какая-то 12-й, где-то 14-й. Вот это немножко роуминг в NBA от M1 – это как раз зачатки 14-го релиза, который они пытаются интегрировать с различной степени успеха. Я думаю, что он будет в дальнейшем, и это будет работать. Ну, а это то, чем я сейчас занимаюсь. Это несколько базовой станций для очень плохих мест. LTE 450 – достаточно такое мобильное и небольшое решение. Олег рассказывает про, скажем так, лора базовой станции и что оно дешево. Также можно LTE базовой станции на ваших каких-то промышленных участках либо небольшом населенном пункте развернуть, где никогда LTE не было. Это стоит до 5000 долларов, и это хорошо работает. У абонентов появляется голос, что немаловажно. Вы можете вводить малую автоматизацию. И также покрытие до 18 километров. При том, что мощности здесь небольшие, и антенны здесь достаточно небольшие. Это так, по решениям. Ну, и давайте рассмотрим, что же нам обещает 14-й релиз. А 14-й релиз нам обещает, во-первых, ускорение, потому что есть некие кейсы для LTE-KTM. Это небольшие камеры, фотографии, все передача данных. Также все хотят мультикаст, чтобы на засеянной территории сказать, давайте по очереди сливайте данные со счетчиков, или там свет включись на каких-то улицах или там столбах. И в эту сторону идет у нас развитие. То есть более оптимальная передача данных. На большее количество, скажем так, частичек разрезается наш один маленький ресурсный блок. Оптимизация передачи, куда можно мы запихать, мы все запихаем. Также все идет на то, чтобы наш канал передачи данных был максимально оптимален и доступен. Ну и у нас появляется новый девайс от NB. Это 14 децибел чувствительности. И он достаточно будет дешев, чтобы все-таки в конечном итоге победить GSM, и чтобы по всей планете зашагал LTE и 5G. Ну вот про 5G немножечко расскажу. Что у нас есть здесь? Все его поддерживают, все его хотят. Все хотят заработать на операторах. Операторы не очень понимают и хотят. Но можно посмотреть документы 3G-пишные, это 38-913. Там достаточно много чего описано. И рассказывается, как и куда, и красивые картинки, как и куда они развиваются. Также можно обратить внимание, что мы хотим, мы и разработчики стандарта хотят оптимизировать передачу данных. Допустим, раз в 10 секунд 85 байт. Также все хотят больше экономии батарейки. Ну и основные релизы, что же хотят стандартизаторы в 5G. Это объединение 5G и LTE, чтобы у нас было общепакетное ядро, и каким-то образом это все работало. Сейчас все диплойменты и показы – это некая отдельная сущность, которая вроде бы как тоже пакетная, но пока не совмещена с LTE. Ну, можно смотреть то, что хотят добавить стандарт. Я обращаю ваше внимание, что NB-IOD и LTE-KTM – это кровь от крови 5G. Оно добавляется, все будет хорошо. Если вы сейчас делаете решение на NB-IOD или LTE-KTM-1, то у вас есть все шансы, что оно будет 10-15 лет, и проблем не будет. Например, 3G стандарт в Европе выключают в 2020-м. В России, я думаю, такое же стремление будет. Ну, может быть, через пару лет что 3G убрать, потому что частоты очень вкусные, и LTE там очень хорошо работает. Вот. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень интересно было. Скажите, пожалуйста, что до выпуска 14-го релиза, до раскатывания на базовых станциях операторов, можно решить с позиционированием устройств? То есть вот в вашем колечке, как вы решили позиционирование? Потому что вкусную именно функциональность по позиционированию юзер-эквипмента это только с 14-го. Да, да. В 14-м релизе, да, добавляется позиционирование, и это вот одна из фич. Но как мы решили в нашей модели, у нас SDR, и мы просто подняли GPS. То есть датчик выключается, включается GPS. То есть LTE-вариант выключается, в DeepSleep мы его хибернет отправляем, в этот момент мы включаем GPS, берем координаты, засыпаем, и можно менять. И сколько тогда у вас батареечка живет? Ну, где-то около года, наверное. Ну, то есть потребление что-то порядка 80 или 90 мА. Ну, это затратная очень вещь. Спасибо. Здравствуйте. Тоже очень понравился доклад. А можете более рассказать детально, что значит разворачивать свою сеть, и какие, ну, нужно там, например, условия, нужно ли получать какие-то документы и так далее? Ну, документы, конечно же, нужно получать. Ну, обычно… Вы, например, можете помочь или какая-то организация, например, в России? Организация в России, да, может помочь, но у вас должно быть частотное разрешение, либо, как обычно, это просто договариваются с операторами связи. То есть вот у вас есть какая-то там промплощадка или что-то, вы к ним официально обращаетесь. Ну, у оператора связи есть план по внедрению радиопокрытия на какой-то выделенной области. Они обязаны это по лицензии. Но, как правило, они этого не делают, потому что, ну, там нет абонентов. Можно с ними договориться, и они могут дать разрешение поставить свою какую-то точку. А есть ли успешные кейсы таких развертываний сетей на заводах или на каких-то других промплощадках? Ну, заводы для таких штук это слишком мало, но, думаю, да, есть. Это в основном регионы Крайнего Севера, когда… Ну, и «Газпром», да, тут как бы… То есть это в основном регионы Крайнего Севера и спутниковая связь. Соответственно, вместо интернета туда подключается спутник, и полетели связь с Большой Землей. У нас есть локально некий набор симок и некий набор мобильных терминалов и телефонов. И также у нас есть связь с Большой Землей. Вот как-то так. И, если еще можно, в начале вы в презентации сказали, что там 86 вендоров по сравнению с… Ну, да, да, да. А в чем вы считаете основной успех увеличения по сравнению с лорами, технологией или других? А почему они увеличивают больше, и почему есть тенденция, там, у вас вера в это? Ну, это в основном PR и вложение больших денег в технологии, потому что, ну, во-первых, стандарты продавливаются на уровне правительства. Они во многих странах приняты как базовые, там, где-то в какой-то NBA, где-то LTE, KTM-1 приняты как базовый стандарт. Ну, и также все-таки безопасность. Любую лору, любую стрижь и любые вещи, ну, мне с SDR-кой сломать, ну, я не знаю, я часа полтора могу на это потратить и превращусь в любое устройство, которое есть. А это, если домашняя автоматизация, это, там, теплый пол у вас отработал несколько суток, вы заплатили уже, там, 100 тысяч рублей, да, в коттедже. Либо, там, не знаю, вы заплатили, там, больше за электричество, воду или, наоборот, меньше, а к вам пришла полиция, что вы махинация, да. То есть, ну, вот, даже вот на таком уровне можно это сделать. Просто так. Окей. Все. Если вопросов больше нет, то выберите, пожалуйста, тот вопрос, который вам больше понравился. Да, я думаю, что я могу свою еще книжку дать взаймы. Так что, да, молодым людям, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.